Друзья, привет! Привет-привет! Сегодня 1 мая. Классный солнечный день. Погода решила порадовать. Вчера, на самом деле, день был вообще великолепный. Просто суперский, летний. Но на Гесметио, по-моему, там было такое, что один день вот такой вот я вам, типа, погода дам, а потом, ребята, все. Начнутся там дожди, пусть и будет тепло. Ну, вот не знаю, как сегодня. На Гесметио ливень в нашем регионе. На погоде ру. Типа, все хорошо. В общем, нифига не понятно, что будет. Но суть-то не в этом. Нет, на самом деле в этом. Это имеет отношение к теме эфира сегодняшнего. Что такое, как вообще судьба влияет? Да, вот погода. Это же элемент тоже, на самом деле, судьбы. Вы рассчитываете одно, строите какие-то планы, да? А потом бац, и погода, ваши планы как бы пытаются поломать. Ну, вот не соответствуют, да, предположим. Совсем недавно у меня опять было очередное письмо от моих слушателей, да? Вот, и письмо было следующего характера. Значит, почему я и решил подкаст такой записать. Не подкаст, а видео такое. Вот многие люди, предположим, действуют одинаково. Совершенно имеют одинаковые предпосылки для достижения каких-то целей. То есть, у них одинаковое образование. Вроде бы, одинаковые возможности, одинаковый финансовый достаток, одинаковый работоспособный. В общем, стартовые, как бы, данные для достижения целей одни и те же совершенно. Но судьба складывается так, вот в определенный момент, так конкретный, что одному подвезло гораздо больше, и он добился, предположим, результата намного выше. Ну, вот предположим, ну, я приведу банальный пример из, не из бизнеса, а вот просто из жизни крестьянина, да, например. Одинаковое количество вот у крестьян зерна там, да. Одинаковое там еще чего-то там, все. Одинаковое качество там оно, одинаковая земля у них, вот прямо вот они прямо рядом совсем находятся, все. Одинаковые возможности, одной и той же лошадью пашут. Ну, один, предположим, посадил, посеял, предположим, зерно свое сегодня, а другой, условно говоря, завтра. И в одном месте, когда сеял, прошел, в смысле, снег, фуф, не снег, сам заморозок, самки случился, или что-то еще, вернее, когда сходы со мной взошли, заморозок в фигах, и погибло все. А другой посеял, вот буквально позже чуть-чуть, и этот заморозок не повредил, потому что все еще в земле было, условно говоря. И все, они вроде бы сделали, ну, одинаково все, но результаты у них будут совершенно разные. У одного будет урожай, а у другого его не будет. Предположим, мы говорим о том, что дни были разные, да, надо было думать, такая, Саша, ну, ладно, ну, это форс-мажор, кто мог знать. Мы, предположим, они в соседних там деревнях, в одной, смотрите, прошел дождь, а в другой не прошел. В самый там ответственный момент, когда все погибало. И оно уже засохло, выгорело, потом пошли дожди, но это уже было бесполезно. И опять результаты разные. Вот так и у людей. Другой тоже работает, как бы, но не меньше. И сфера у них деятельности, скажем так, одинаковая. Но не повезло. Один менеджер, предположим, в какой-то фирме, другой такой же, продают они. Но, скажем так, одному позвонил сам клиент, вышел, а в этом, ну, многоканальный телефон, сам трубку снял, а клиент оказался с, не знаю, там, ну, пипец, заказ там сделал на пару, там, тройку миллионов долларов, условно говоря. И бонусы получил с этого продавец вообще большие. А другой работал целый месяц, но клиенты такие не звонили, все какие-то мелкие. И все. Хотя по профессиональности, может быть, тот, кому звонили мелкие клиенты, оказался гораздо более профессиональным. Ну, то есть, элементы судьбы, имеют ли они, я скажу, значение. И если да, то вообще, стоит ли жопу рвать, да? Вот такая, как бы, тема. Это то, что касается, в том числе, и спорта, в том числе, и касается, там, обычной жизни и всего прочего. Вы же извините меня, если я немножко сумбурю, потому что я к эфирам, в общем-то, никогда специально не готовлюсь. Мне приходит какое-то письмо, а я начинаю, в общем-то, разбирать вот так вот просто сходу, да, когда время появляется. Вот, но попытаюсь все равно, как обычно, со всех сторон эту тему, сам, разобрать. Ну, элемент судьбы, безусловно, присутствует. Скажем так, что я сам испытал это на себе вообще конкретно, и это вижу чуть ли не каждый день. У меня знакомые есть, да, которые немножко постарше меня, которые закончили, там, институт, ну, на 5, предположим, лет раньше, чем я. Даже на 3, там, на 2 года раньше. И некоторые из них, ну, у меня такой просто круг людей, с кем общаюсь я, добились больших успехов в жизни, в плане бизнеса. Вообще поднялись, да, конкретно. Хотя они, в принципе, делали все то же самое, что делал потом я. Но, понимаете, это были лихие 90-е. Когда народ поднимал бабки, вообще на ровном месте практически. Ты представляете, дорогу в центре города переходят козы. Обалдеть, может, целый стадо. Вот центральная дорога, шоссе, это пипец. Ну, ладно, вот. Я учился в институте. Учился в институте, рассчитывал стать самым врачом, там, все, мне это было, как бы, важно. Это была основная деятельность, самая деятельность. А эти люди к этому времени закончили уже вуз, и тогда появились большие возможности. Отсутствие налогов, появились различного рода торговые точки. И несанкционный и безакцизный вуз был продукцией, ну, ты из-за рубежа. И конфеты, и виноводочные изделия, различные кондитерские, как бы, это, с вами, тема. Мясопродукты, консервы. Все перло тогда. То есть, закупали топтом за рубежом. И в нашу, ну, то есть, голодавшую, сам, в Россию, везли, стали строить какие-то первые торговые точки, оптовые склады. Тогда стала, сам, невозможно, продажа кекстиля, сам, широкая, в розницу с наших, сам, заводов, которые были. И люди поднялись вообще просто, ну, молниеносно. Мгновенно. А потом те, кто уже шли по пятам, ну, сами за ними, и вроде пытались то же самое дублировать, конечно, таких успехов не имели. Кто-то, ну, то успел в ваучеры, в приватизацию попасть. Кто понял фишку? Скупил ваучер, потом приватизировали предприятие. Да, сам в городе. И в области. А, собственно говоря, поднялись тоже на этом. Ну, понимаете, вот, как бы, такая тема. Но такой шанс он выпадает один только раз, и все. И люди, которые потом, предположим, были даже более умные, они уже не могли поднять всех этих, как бы, тем. Да? Вот такая, как бы, фишка. То есть, безусловно, элемент не то что неожиданности, а элемент, вот, там, удачи, судьбы играет колоссальную роль. Безусловно. При всех прочих равных условиях. Но, скажем, самое главное, но. Но человек, который, скажем так, обладает потенциалом, возможностями, знаниями, предпосылками к тому, чтобы в любой ситуации, в неожиданной, повести себя правильной ситуацией, воспользоваться в нужный момент, имеет гораздо больше шансов все-таки получить успех. Потому что такая ситуация, такая или не такая, но шанс, так, ну, больше или меньше, каждому в жизни выпадает. И чтобы его успеть взять, нужно быть готовым к этому. А готовность чем достигается? А тем, что вы к этому себя готовите. К этому себя может он и не представится, понимаете, может и такое даже быть, ну, может. Но если вы к этому не готовы, вам даже представившийся шанс, он просто пройдет мимо вас. Вы либо не будете, ну, обладать теми знаниями, навыками или чем-то еще, чтобы рискнуть, но рискнуть не безбашенно, а грамотно. И для того, чтобы этот риск воплотить в реальную, конкретную, хорошую ситуацию и получить на этом высокий результат. Вот. Это касается абсолютно всех сфер жизни. И поэтому, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. То есть, безусловно, некое, скажем так, вообще проведение как таковое, можно говорить о нем, что оно есть. Что что-то направляет нашу судьбу, я спорить об этом не буду, даже не хочу. Я хочу сказать совсем другое, что, в принципе, пути достижения, цели мы имеем возможность выбирать сами. Если на этом пути нам попадается шанс, ну, вот это как сказать, грибы. Вы можете ходить одной и той же дорогой, вы можете выбрать в лесу любой путь, который вам нужен. Но найдете ли вы грибы на этом пути, это не факт. Они могут быть, а могут не быть. Но если вы не знаете, что такое грибы, и вы не знаете, какой гриб хороший, какой плохой, если вы не знаете, как их искать, вы их никогда не найдете. Если найдете, то вы не сумеете воспользоваться ситуацией. Понимаете? Вот в чем и дело. Поэтому это не элемент влияния на нашу жизнь, а судьбы никак не отменяется того факта, что к любой ситуации жизненной нужно готовиться. Нужно готовиться и нужно совершенствоваться. Нужно развивать свои мозги. Нужно развивать интеллект, умение рассуждать, думать. Надо развивать свое тело, развивать умения в боевых искусствах в том числе. Потому что тема, скажем так, оттуда пошла. Нужны ли там искусства боевые, да? А как-то издалека. Смотрите, ну, это эфиры предыдущие, и вы поймете там, откуда тема вышла вообще. Типа нафига? Если там есть элементы судьбы, неожиданности, кто-то не попадает в какие-то ситуации и вообще никогда, хотя не владеет боевыми искусствами. А кто-то, ну, там, владеет, а может попасть в такую ситуацию, где ему эти искусства боевые вообще не пригодятся. Это все очень, скажем так, дуально. Человек, который, понимаете, если бы все было так тупо, особенно что касается боевых искусств, ну, вероятности были такие, либо случится, либо нет, 50 на 50, то вообще было бы все херово. Зачем было бы готовить спецподразделение в армии? А что, вот дают какое-то там это задание любому человеку, вероятность того, что он его выполнит, какая? Типа 50 процентов, либо выполнит, либо нет. Так нет, все это не так. Если подготовленный человек, то вне зависимости от того, как сыграет ситуация, как будет ли там, звезды встанут, он все равно попытается задачу выполнить, если и выполнит, как правило, если это суперпрофессионал, тем или иным способом. Возможно, звезды встанут так, что ему выполнить задачу будет крайне легко, а может оказаться так, что будет крайне сложно, но он будет обладать возможностями, знаниями, умениями, навыками, чтобы эту задачу выполнить, вне зависимости от того, как сложатся обстоятельства, понимаете? В чем дело? То же самое касается боевых искусств. Случись экстремальные ситуации на улице какая-то, тем больше возможностей из нее выйти, чем большее количество навыков, а не знаний просто тупых, навыков отработанных, которые уже на автоматизме, в еле, что называется, вы можете сами применить, тем больше шансов будет выйти достойный из любой ситуации, вне зависимости от того, как звезды встанут, будет ли вам солнце в глаза светить, будет ли ветер пыль в глаза гнать противнику или вам, это уже второе дело. Но если вы ничего не умеете, то шансов будет вообще крайне мало. Вот и здесь. Поэтому, ну, резюмируя, может быть, этот, по-моему, подкаст, это видео, оно такое довольно короткое, да, получается, я просто повторюсь, да, элементы судьбы, элементы удачи, никто не скидывает со счетов, но лично кредо мое такое, надейся на лучшее, а готовься к худшему. То есть, если повезет, замечательно, если не повезет, то надо, когда крайне не везет, и все неблагоприятно, иметь, кажется, план А, и план Б, и план С, и еще и навыки, самые прочие и разные, чтобы в любой ситуации повезти достойно. Это касается и бизнеса, это касается и быта, и социальной психологии, там, общения с людьми, вот, и боевых искусств, занятия спортом, самосовершенствованием во всех направлениях. Понимаете, на самом деле нужно просто стараться быть классным. Классным не то, чтобы нравиться всем, а вести, если это по Кастанеде говорить, сам безупречную жизнь, ну, воина. Но каждый понимает эту тему, как сам ее понимает, потому что под понятием воин можно его, ну, расширить гораздо больше, чем это, значит, определял Кастанеда, а именно Дон Хуан, скорее, вот так вот. То есть, понимаете, нужно совершенствовать свои мозги, ну, прокачивать. Нужно прокачивать свое тело, прокачивать свои навыки, прокачивать свой характер. Нам императивы вложены с самого детства правильные. Мы все знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Надо быть хорошим человеком. А теперь я затрону вот такой, ну, важный момент. А влияем ли мы на судьбу сами, да, на свою? Вот есть элемент удачи, а можем ли мы на нее повлиять? Ну, я сказал, что самое главное влияние на судьбу, это не влияние на нее, а это умение воспользоваться вовремя нужной ситуацией. И воспользоваться вовремя нужной ситуацией именно тогда получается, когда вы к этому готовы, когда у вас есть для этого все навыки. Если нету, то не получится. Воспользоваться даже в самой благоприятной ситуации вы не воспользуетесь. Это как про грибы я рассказал вам только что, да? Вот, найдете ли вы их или нет, какой выберете путь. Если вы не знаете, что такое, то вы все равно не поймете и не воспользуетесь. А второй момент, можем ли мы активно влиять на судьбу, привлекая к себе позитив, элементы там удачи и все остальное. Можем. Вопрос опять в другом. Если политическая ситуация, вообще состояние окружающей среды больше располагает к тому, чтобы удача случилась, то, конечно, привлекая к себе определенными методами позитив, вы имеете больше шансов быстрее получить успех. И в большей степени. То есть гораздо глобальнее. Это да. Но даже если ситуация не очень благоприятная, делая правильные вещи и правильные события, вы все равно можете привлечь к себе успех, удачу и все остальное. Ну, в меньшей степени. Но можно. Каким образом это делается? Подобное притягивает... Подобное. Хотите, относите к элементам эзотерики, хотите еще к чему-то. Но я скажу вам, что это действует именно так. То есть обязательно, если у вас правильный, позитивный настрой, правильная визуализация своего будущего, вы строите планы и делаете заказ судьбе. И при этом еще это формируете все в намерении. Не в желании просто хочу, а в намерении. А это хочу плюс буду делать вот это для того, чтобы добиться. то есть еще некий самый план у вас по этой теме есть. То все это дело выстрелит обязательно. Понимаете? Потому что правильно сформулированные задачи на жизнь, правильно построенные планы, они позволяют даже подспудно начать им реализовываться. Вы даете судьбе с большой буквы. заказ. Но на самом деле вы его даете себе. Вы программируете себя, вы программируете, самопрограммируете себя на настрой, на определенную цель. Если вы не думаете об успехе, не думаете о будущем, или вы постоянно настроены на позитив, то невозможно будет успеха добиться в принципе. Вам ничто не даст это дело сделать, потому что человек занимается по жизни тем, в чем вырабатывает тему определенного комфортного состояния. Я сейчас сами поясню. Вот люди смотрят по телевизору гумозину какую-то, про катастрофы, про коррупцию, про что-то. Понимаете? В ситуации нужно варить. Нужно, конечно, понимать, что происходит вокруг, тупым быть не надо, но смаковать вот эти всякие новости и без них уже прожить как бы это не мочь, нельзя. Человек плюется, говорит, все как плохо, но продолжает смотреть и смотреть, он нашел определенное состояние комфорта. Пусть он в нем себя чувствует плохо, но он стабильно, комфортно в нем ощущает себя, он ищет этого состояния. Вот нужно перестроиться и найти точно такое же состояние в позитиве. Смотрите, хорошие позитивные передачи, слушайте хорошую музыку довольно долго и вы опять же себя перепрограммируете, как вас перепрограммировали центральные каналы на негативные новости. Вы долго смотрели их и вы вошли в состояние, когда вот эта подпитка вот этой вот информации, она является необходимой для стабильного циркулирования лимбической системы вашей, для формирования пусть и негативных сомненовостей, но это стабильное состояние, оно для вас комфортно, потому что любое иное состояние нестабильное, оно как правило дискомфортно, потому что перемены это всегда для организма больше напряг, поэтому ему лучше хронически болеть, чем быть перманентно на состоянии высокого какого-то подъема, и он постоянно возвращаться к этому будет, это касается и соматического сомнездоровья, и сомнепсихического здоровья, скажем так, одинаково, так вот, нужно просто себя перепрограммировать вообще конкретно, это целая тема серьезная, для этого нужно прямо заставлять себя смотреть какой-то позитив, смотреть, и сам читать про успех других людей, настраивать себя, слушать хорошую музыку, заниматься спортом, да, поначалу тяжело, помните со спортом как это бывает, человек, который только спортом начинает сам заниматься, для него это не позитивно, ему это тяжело, он перегружается, ему тяжко, он говорит, блин, это вообще жесть, он задыхается и все, но потом, когда для него это становится норма, он уже без этого не может, для него это постоянная стабильная ситуация, так и касается психологически эмоционального состояния, сомненастроя, если вы настроены позитивно, вы оптимист, вы можете любую ситуацию повернуть на пользу себе, не убедить себя в том, что, так она на пользу вам, а действительно воспользоваться ей, почему, потому что вы лишены будете того пессимизма, который с вами приводит к запрограммированной, выдрессированной беспомощности, когда человек понимает, что он не в состоянии ничего поменять. Оптимист всегда верит в то, что он может изменить что-то, а раз он в это верит, то никакая идея, никакое желание, никакое намерение человеку не дается без возможности это выполнить. оптимиста больше надежд, больше намерений и больше желаний, а значит, они все ему даны с возможностями это сделать. Остается только действовать начать. Конечно, благоприятная есть ситуация, она позволит сделать это быстрее. неблагоприятная медленная шанс, а шансом вы сумеете воспользоваться. Ну, в общем-то, на этом и все. Я думаю, что тему я попытался раскрыть, а может не очень и емко со всех сторон, но общую суть своей, ну, позицию свою по этой теме высказал. Друзья, а вам всем удачи, а у меня сейчас, несмотря на то, что 1 мая будет тренировка и не одна сегодня она будет. Вот. Обязательно подписывайтесь на мои каналы на YouTube, на мой главный канал Михаил Шилов, на канал Live Channel мой, и на мои сайты Будушин, Буду Блог, это все ру, корректура.ру, макивара.ру и на докторшилов.ком Всем пока!